всем привет и здравствуйте мы уезжаем с друзьями на выходные я тут готовлю уже два салата почти готова но в итоге я все-таки решила поделиться с вами рецептами вот здесь у меня фасолевый салат баночка фасоли вот такая ведь и стандартная маленькая баночка кукурузы здесь 150 грамм всего и обжаренные грибы грибы нарезаны вот такими пластиночками вот толщиной примерно 2-3 миллиметра я их обжарила сюда же порезала половинку красной луковицы и сейчас буду резать яйца и сыр у меня белый такой чеддер 400 грамм я отрезала половинку и порежу мелкими кубиками сюда же понадобится один зубчик чеснока поскольку как вы все знаете грибы очень любят чеснок также как и фасоль вот ну перебарщивать не буду поэтому всего лишь один зубчик как всегда рецепт вам оставлю под видео не забудьте посмотреть так на так вот прохожу и вот такими мелкими кубиками вот эти порезала более-менее симметрично не знаю слышно ли вам какой у нас ветрище у нас сегодня ураган самой высокой степени предупреждение у нас красный уровень поэтому быстро быстро все готовлю надеюсь что не отключат электричество перемешиваем я еще ничего сюда не добавляла салат блестит это от масло которым жарились грибы хотя я постаралась ну как можно меньше масло добавлять яйца также режем мелкими кубиками мне кажется что вторую половинку луковицы тоже придется порезать но посмотрим выдавливаем сюда зубчик чеснока добавляю чуть-чуть черного перца и перемешиваю сыр все-таки как я не отделяла кусочки сыра кубики сыра не все равно кое-где склеились вот так вот такой салат получается друзья перед подачей я его посолю заправлю майонезом и прямо вот прямо перед тем как поставить на стол посыплю сверху сухариками вот так вот и все дела салат получается очень простой единственное что можете сыр натереть на терке если вам нравится я вот порезала такими кусочками вот может быть еще чуть чуть посолю я ему вот так прямо там постоять настояться все дела очень простой салатик вот здесь у меня уже почти готовый салат с баклажанами значит смотрите баклажаны я порезала вот такими кусочками смотрите вот такими брусочками как будто бы вам понятно какими нету брусочками покажу вот такими брусочками смотрите примерно 7 может быть 8 сантиметров вот такими длинными да и запекла их в духовке можно их обжарить если хотите но я их запекла в духовке точно так же порезала помидоры вот такими небольшими тонкими кусочками и полукольцами порезала лук и порезала болгарский перец вот такими тоненькими тоже полосочками он самый твердый поэтому его я порезала тоньше всего баклажаны я уже заправила кориандром молотым и черным перцем заправлять буду майонезом или йогуртом или сметаной чем хотите чуть-чуть посолю перед подачей и свежим кориандром еще посыплю вот так это все перед подачей друзья и сейчас мы с вами будем делать салат тбилиси и всем вам известный салат тбилиси который наверное единственный блогер который не готовила это было я все необходимые продукты вы видите у меня на столе пожалуйста не обращайте внимание на количество потому что я готовлю меньше чем одну порцию вам же оставлю рецепт на одну полную порцию фасоль я откинула на дошлаг говядина у меня отварена вот почти остыла небольшими кусочками нарежу болгарский перец посадите на этих посадите на этих им время кушать вот они вот так вот сидят и ждут когда им кто-нибудь что-нибудь подаст рано еще потерпите немножко луковицу режу полукольцами чуть побольше мясо порежу тоже такими знаете тоненькими пластиночками тоненькой соломкой эти кусочки можно смотрите прям разобрать мясо так отварено мясо у меня сварено и я его охладила в бульоне чтобы оно было более сочным мясо у меня вот чуть-чуть еще теплое поэтому я его отставила в сторонку орехов мало орехи порежу прям очень мелко 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 порежу можно в блендере измельчить их кстати можно в блендере измельчить облегчаем себе работу перемалываем орехи в блендере кстати чуть побольше перемалю потому что баклажаны тоже очень любят орешки можно туда добавить готово смотрите вот так вот перемолим и теперь добавляем сюда орехи мясо добавляем мели сумели добавляю примерно одну чайную ложечку одну ложку красного уксуса это у меня ложка чуть больше столовой поэтому я добавляю меньше и наше пахучее масло примерно нужно пять ложечек подсаливаю слегка потому что у меня мясо соленое ай какой аромат забыла один ингредиент мы не добавили добавляю небольшой кусочек друзья потому что не все мои друзья едят острое семечки удаляю вот это вот семечки удалю перец у меня полусушеный потому что я его поставила сушить потом вспомнила что мне нужно будет свежий я думаю что этого достаточно иначе никто есть не будет вот и все свежую кинзу сейчас еще добавим осталось только порезать кинзу трудно найти хорошую кинзу у нас даже вот это я купила свежую страну пришлось перебирать ее вот в этот салат с баклажанами тоже добавила чуть-чуть кинзы и орехов все перемешиваем все готово этому салату нужно дать настояться поэтому я его заправила сразу не порезана веточка вот и все друзья такой получился шикарный салатик вот не знаю передает ли вам камера он посмотрите какой яркий салат очень многие режут болгарский перец более длинными полосочками можно и так сделать будет еще красивее в общем на ваше усмотрение пользуйтесь рецептами на здоровье сейчас тоже перемешаю имейте ввиду друзья что вот этот салат конечно должен тоже настояться потому что баклажаны получаются сухие и они должны напитаться соком помидора майонезом или там чем вы заправляете майонезом йогуртом сметаной чем хотите если честно вам сказать друзья то все салаты с баклажанами я предпочитаю все таки заправлять майонезом так получается гораздо вкуснее вот и все встречаемся позже всем пока а 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 Субтитры подогнал «Симон»